Всем привет! И в этом видео я вам покажу операционную систему Кубунту в которую в которую только что вышла установка для этого я вам сначала скажу, что вот эта система основана на КДЕ в КДЕ все состоит в основном из бюджетов вот это бюджет папки его можно крутить как угодно при этом текст будет меняться и тоже наклоняться его также можно изменять по размеру и так далее вот здесь имеются комнаты вот, это очень такая штучка важная далее, комнаты можно останавливать и менять их название если мы открутили комнату их можно удалить или запустить нажав вот на эту вот кнопку play я нажимаю ударить, ударить ударить, ударить далее это комната desktop мы нажимаем изменить и переименовываем ее в рабочий стол языки переключаются комбинацией shift alt нажимаем enter enter не помогает мы нажимаем применить как вы поняли что здесь также есть система управления питанием здесь показывается заряд аккумулятора и яркость яркость можно регулировать только 20% для этого ноутбука много поэтому проигнорируем пока предупреждение меню пуск выглядит вот так в разделе приложения имеется, например, группа графика в группе графика имеются приложения есть еще интернет здесь пока нет подкатегорий а в некоторых приложениях есть категории разные и подкатегории в образовании, например, есть категория математика и в математике есть редактор формул и также в науке есть редактор формул вот такое бывает далее для того, чтобы редактировать офисные документы мы открываем пуск приложений офис и тут есть либер офис абсолютно стандартный только у нас тут отдельные пока приложения но вот главное либер офис он редактирует почти все документы Microsoft Office и также может их создавать документ вайнер это то есть аналогично Microsoft Word таблица Calc и это аналогично Microsoft Excel и презентация IMPRESS это аналогично PowerPoint и далее всякие дополнительные штучки также вот эта кнопка отвечает свернуть это по весь экран правая закрыть далее если мы нажмем правой кнопкой то здесь есть очень хорошая кнопка показывает директор запуска в панели задач когда окно не запущено смотрите я покажу на примере браузера вот есть браузер смотрите мы на него нажимаем он крутится и обратите внимание что значок с панели задач перешел в саму панель и на панели естеств заклон пока Firefox и попытаемся установить например периодическую систему химических элементов Дмитрий Иван Тимандиреева заходим в приложение обзор программ МООН немного конечно напоминает App Store но это немного потом здесь мы открываем категорию наука и инженерия здесь мы открываем категорию химия и тут мы видим на первом месте периодическая система то есть в данном случае это Брица здесь также написаны отзывы и вы можете поставить здесь да или нет я знал что тут русского почти нет и жму на кнопку да теперь наш отзыв засчитан мы нажимаем кнопочку установить далее для установки приложений требуется пароль администратора то есть тот который вы вводили при установке вводим нажимаем Enter снизу у нас идет загрузка периодическая таблица уже пошла установка так как это очень маленькое приложение оно очень быстро гудится и ставится немного дольше установки ждем 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 здесь здесь как вы видите можно увидеть скриншот здесь скриншот делали в Ubuntu так как писали это под Ubuntu вот наша периодическая таблица установилась и нажав на эту кнопку мы можем запустить эту программу разворачиваем весь экран и видим водород нажимаем на первую сюда H атомик атомная масса и здесь пишут атомная масса вот она атомная масса 1 таблица работает правильно нажав на кнопку закрыть мы закрываем окно еще раз закрываем все закрылось вот так далее рассмотрим остальные программы есть очень важная программа параметры системы в ней мы можем настраивать например эффекты рабочего стола здесь эффекты и поставим например анимация появления окна волшебная лампа и геометрия окна вот так намного удобнее и дрожание окна при перетаскивании нажимаем применить так наша система будет работать красивее далее чтобы изменить обои нужно нажать правой кнопкой в любом месте рабочего стола и нажать настроить виджет рабочего стола по умолчанию здесь мы видим что у нас имеется всего один вид обоев мы нажимаем установить обои по умолчанию вон пароль администратора нажимаем enter пошла загрузка пакетов всех обоев которые были в предыдущих версиях операционной системы kubuntu как вы наверное догадываетесь она основана на операционной системе ubuntu сайт этой операционной системы кубuntu .org для этого мы стираем все задвижные строки и вводим kubuntu.org нажимаем enter мы попадаем на сайт операционной системы он конечно на английском хоть система на русском уже до 1410 но я советую использовать 1404 так так это самая стабильная система в 1410 менеджер пакетов не видит драйверы и смысла в такой системе нет пока мы рассматривали откуда катясь эту систему наши обои установились нажимаем на кнопочку закрыть теперь мы видим что обои установились даже из предыдущих версий системы мы можем выбрать любой из этих обоев нажав на кнопку загрузить новые обои мы попадаем в специальный репозиторий и здесь мы можем выбрать самые новые высокооцененные самые популярные и установленные в данном моем случае я выберу все категории и самые популярные подождем и например видим вот такие вот обои немного напоминает windows xp установить пароль администратора для установки обоев не требуется нажимаем еще вот эти обои все закрываем окно и видим что у нас новые обои добавились выбираем например вот эти обои и нажимаем на кнопочку применить если нам это нужно смотрите применить если мы теперь свернем окно мы увидим что у нас поставились вот такие обои я верну классические наверняка или поставлю пока вот эти применить вот так у нас выглядит зеленый лук а вот это пока оставлю классику ок все далее изначально в этой системе также нет никаких заставок для того чтобы их изменители настроить мы переходим в раздел экран блокировщик экрана и нажимаем хранитель экрана у нас также появляется здесь предложение установить дополнительный пакет соглашаемся установка хранителей экрана установить отметенное вон пароль администратора нажимаем enter этот пакет устанавливается все-таки чуть-чуть быстрее тем обои которые изначально не были установлены вот кстати можно отменить заранее установку пакета если вы посчитаете что он нам не нужен но он может повредить систему поэтому нажимаем закрыть все наш пакет установлен теперь мы пока поставим запуск автоматически после чтобы у нас спрашивала как-нибудь пароль и ставим через 10 минут 8 9 10 все через 10 минут требует пароль после одной секунды пока ставим пустой блокировщик нажимаем применить все теперь мы переключаемся назад закрываем параметры системы и еще раз их открываем чтобы посмотреть какие хранители экрана нам установились параметры системы экран блокировщик экрана хранитель экрана как вы видите нам досталось очень много всяких хранителей экрана самые распространенные из них это часы смотрите как видите как видите это такой всего черный экран но я советую лучше предпочитал использовать виджеты на рабочем столе так как там можно поместить что хотим и нажимаем кнопочку настроить мы попадаем вот на такой экран на котором изображены заранее часы здесь мы можем что-либо добавить например настройка смотрите здесь мы давайте выберем какие-нибудь обои на экране блокировки отличные от тех которые у меня стоят например будет зеленая травка расти нажимаем применить все теперь на хранителе экрана у нас растет зеленая травка нажимаем на лог и затем чтобы нам никто не мог менять ничьи никакие настройки нажимаем заблокировать экран все теперь на все требуется пароль нажимаем разблокировать я сказал разблокировать и вон пароль администратора для этого нам требуется его ввести и так вводим все все нам выдали какое-то сообщение да 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 поэтому я ставлю паузу и подключаю зарядку итак мы продолжаем посмотрим настройки оформления рабочей среды здесь также можно менять виток я предпочитаю использовать вот эти вот стандартные также например для пользователей windows немного привычнее будет вот это смотрите нажимаем применить и здесь у нас окна уже почти виндовсовские далее я верну пока вот этот вид окна мне он нравится больше нажимаем применить все вернули вот такой вид окна если вам также нужны какие-то особые виды их окна вы можете нажать загрузить оформление здесь куча всяких окон разных разных самые популярные окна давайте посмотрим какие похоже нет все таки есть самые популярные смотрите ну допустим посмотрим вот эти смотрите мы открываем главный вид окна если мы нажимаем на заголовок он тоже должен открыться во 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 смотрите открытие просто их веб-сайт и мы видим просто что это окна от ios то есть или от ios это mac osx они это абсолютно свободное по то мы нажимаем например установить пароль также не требуется он устанавливает их установка установка все закрыть и здесь добавились новые окна их можно посмотреть они вот так выглядят osx и здесь смотрите настроить оформление смотрите основное границы окна точки без боковых границ и так далее это все настраивается это кдр самая гибкая графическая среда смотрите точная настройка показывать разделитель это в окнах здесь так есть контур заголовка активного окна и закрывать окна двойным щучком по кнопке меню это все настраивается далее тени от окна здесь можно настроить как окно будет влезать на среду и персонализация окна на окно можно добавить еще какие-нибудь объекты кнопкой показать дополнительные настройки мы можем скрыть всякие дополнительные настройки вот так как при нажатии некоторые галочки скрываются далее вот это заставка но это не заставка заставка тут называется хранитель экрана загрузки а это как вы заметили это экран загрузки системы назав на кнопку проверить тему мы видим что это действительно экран загрузки системы тут показывается что в данный момент он прогружает только на самом деле первое висит долго а посредние проходят быстро за исключением буквы к также имеется вот такая вот штучка он просто на экране показывает как это грузится вот абсолютно глупая штука и еще есть вот такая вот тема что просто показывает шестеренка она превращается в букву к что это кабелье потом вот такую букву к и система загрузилась но я предпочитал использовать вот такую нажимал применить это самое стандартное здесь также можно как и в другом виде настраивать графическую среду также если высоко оценивали например первый раз открою он думает 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 и выдает нам вот такие всякие окна можно настроить крутящуюся штуку на всяких других фонах кубин кубин то есть прям в теме что он рекламирует эту систему что она у нас стоит вот так установить кубин то винстон кдм 001 002 я выберу 002 в данном случае как вы видите он предлагает перенаправить на сайт но я не буду нажимать на сайт здесь также есть вид курсора как будет выглядеть наш курсор как вы догадываетесь можно настроить все что угодно даже можно скачать дополнительные курсоры нажав на кнопочку загрузить самую популярную или первоустановленную установленную условных у меня не одного нет поэтому самая популярная есть просто сфотографированные таблицы курсоров как что выглядит и так далее и так далее и тому подобное вы по желанию можете сами все это установить еще темы рабочего стола как на основании какой темы все это делать оформлять и так далее есть еще подробности рабочего стола но это очень же сложная и точная настройка и следующая настройка поведение окон в в этой настройке можно настраивать как окна влияют на другие окна это всякие очень гибкие настройки их как-нибудь потом если и получится и поведение рабочей среды это так можно настраивать для каких приложений все это настраивается далее рабочие столы как вы знаете в ринуксе имеется несколько рабочих столов у меня всегда по стандарту стоит 4 я просто пока поставил в эту систему это драйвер видеокарты и приложение для записи видео с экрана поэтому я вот так все и настраиваю вот количество рядов 2 и далее и ставим отдельный набор бюджетов для каждого в работе если вам это нужно давайте я поставлю но или лучше сниму так как обычно для каждой комнаты удобнее что комната это группа бюджетов изменить но это так как не монитору мышку мы за края экрана вывести не можем смотрите края экрана видите это очень интересная настройка смотрите здесь в данном случае у вас показано что при наведении на этот экран у вас будут все окна все рабочие столы вот допустим мы откроем например браузер модели фэйфокс и смотрите теперь мы ведем резко в тот угол вот и мы видим прямо два окна теперь браузер закроем и у нас от этого действия толку в основном не будет реагировать так как смысл в этом действии больше нет и то есть настройки параметров плазма тип рабочего стола смотрите настройки настроенный компьютер или ноутбук хоть именно и ноутбук но оставим настроенный компьютер бюджет из рабочего стола то есть показывать на приборной доске это это такая приборная доска которая будет определенными клавишами и на ней лучше показывать какой нибудь отдельный набор бюджетов или бюджет из рабочего стола как у меня всегда и старяло и показывают подсказки это так я тут нажимаю пока отмена так и нажму здесь кнопочку применить вот как и пони запрашивают подтверждение далее здесь поиск и под приложение по умолчанию это то же самое как в виндовсе здесь такая кнопочка параметры программу по умолчанию здесь вы можете указать какой браузер по умолчанию сейчас стоит фаерфокс вот встроить текстовый редактор это понятно далее диспетч рокен пока нету и диспетчер файлов долфин вот обмен мгновенными сообщениями кстати мне эта штука попалась и почтовый клиент он тут пока один эмулятор текста здесь также можно указать программу что касается центра обмена сообщениями раз уж мне он попался 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 я сейчас его открою вот обмен сообщениями смотрите здесь можно добавить счетную запись у меня она имеется это кредит talk у меня тут правда нет ни одного контакта но сейчас я в нее войду заполнили поле логин и пароль если вам нужна новая учетная запись создание новой учетной запись и нажимаем кнопочку готово вот как вы видите у нас тут появилась новая кнопочка нажав на видео вы можете увидеть центр обмена сообщениями чисто все равно логично айске или айсикью мы ставим тут статус в сети и и у нас окажется зеленый цвет что нам можно писать сообщения все в порядке далее здесь также имеются дополнительные настройки центр обмена сообщениями но и дальше специальные возможности это так крупный текст и так далее но нам это пока не нужно вот также здесь имеются комбинации клавиш для каждого почти действия в кд можно задать собственные комбинации клавиш и глобальные комбинации клавиш которые вообще чисто везде работают в кд смотрите личные данные заметки готов к работе вокальные папки готов к работе личные календарь готов к работе личные контакты готовы к работе вот это просто личные данные локальные местные настройки сейчас он получит все данные лицевого пояса вот так красиво он подготавливает их из интернета здесь вы можете скончать любой язык для вашей операционной системы у меня стоит предпочитаемый язык русский что все показывает на русском языке страна садится системная локальная россия вот число это понятно в каком формате показывать число денежные суммы какого используется календарь все гибко все настраивается оформление приложений это считается такая вот тема здесь можно вообще почти все настроить под каждую тему имеется специальная тема все настраивается как видите но я предпочитал вот эту применить как и старяло стандартное мне что-то нравится больше вот здесь все показывается но потом цвета это наша цветовая схема нашей рабочей среды значки то здесь покажется пример значков как какой значок выглядит и шрифты здесь просто можно выбрать для чего использовать какой шрифт настройка gtk плюс это есть такая штука здесь также для всего можно выбрать тему тема значков и резервная тема то есть какую тему использует второй и также в системе имеются смайлы разные и в файле где-то можно использовать и привязки к файлу то есть это привязка файла к определенной программе да да здесь все такое гибко и настройку уведомлений здесь есть лента новостей только помощи ни одной новости не получал и что касается уведомлений они обычно отображаются вот здесь да и прочие уведомления то есть каким уведомлением показывать эти уведомления и специальный звуковой сигнал и также еще есть использовать системные динамики системных уведомлений и запуск приложений время индикатора запуска какой индикатор запуска прыгающий курсор мигавающий курсор статистический курсор занятости нет курсора занятости обычно стоит прыгающий курсор как вы видели у меня значок прыгает вот нажимаем назад и учетная запись здесь мы видим настройки какое имя здесь вы можете указать аватар и так радует электронной почте по которому он с вами может связаться пути то есть где находится файл вашего рабочего стола вообще можете себе поставить корневую папку и у вас будет вообще весь рабочий стол забит папка автозапуска а с какой папки запускать папка документов где у вас обычно хранятся документы папка загрузок куда все браузеры качают ваши файлы папка фильмов папка изображений и папка музыки далее это немного другой рабочий стол бумажник то что неподключенный где хранятся обычно деньги и веб сокращения но это пока нам не нужно у меня также есть адаптер блютуз здесь имеются его настройки ваш адаптер блютуз по умолчанию не видим для удаленных устройств вот вы так можете исправить на пире исправить все наше устройство видимо и прием файлов куда их принимать и адаптеры как будет называться наш адаптер кубун ту нот как то уж видно какая операционная система стоит я как и на компьютере напишу вот так так же называется компьютер так же называется адаптер подключен скрытый всегда видим я поставлю скрытый нажимал применить все теперь у нас адаптер скрытый но это нам никак не помешает работать с блютузом но пока с ним работать не собиралась настройку SZ пропущу настройка сети как вы знаете это обычно прокси используют прокси параметры сети и так далее далее общий доступ это общий доступ к файлам или пунктер по умолчанию пароль по умолчанию то есть для подключения то есть обратите внимание настройка обзора общих папок Windows то есть для операционной системы Windows вы сюда можете настроить доступ обмен сообщениями я уже показывал color это так цвета всякие системные внешние носители здесь вы можете настроить специальные настройки вот действия для устройств что для какого устройства какое действие будет выполняться это как в Windows подключен новый диск открыть папку с файлами заархивировать и так далее принтеры на моем ноутбуке принтеров нету но есть соседний компьютер там на котором подключен принтер там можно распечатать тестовую страницу настроить драйверы и так далее далее управление питанием как вы уже видели вот здесь у меня есть батарейка она сейчас 39% заряжается и здесь включить управление питанием вот это и есть управление питанием питание от сети смотрите уровень яркости 100% через сколько потухание экрана будет вот я поставлю через 15 минут экран сбережения монитора через 10 минут вот приостановить сеанс через сколько и вот все так далее питание от батареи и вот тут все есть от батареи вот яркость экрана и максимальная как вы видели низкий уровень заряда это когда заряд уж очень низкий и критический 20% так я нажимал применить вот как мне нужно далее настройки для комнат это для дедной комнаты что такое комнаты я вам пока немного показал и дополнительные параметры здесь мы видим низкий уровень заряда у меня стоит 20% в моем сути это будет 15 применить так как 20% мне уже надо делать критический уровень заряда 5% все правильно перекритическом уровне задачи завершение работы вот чтобы компьютер понудительно выключался или я пока лучше поставлю ничего не делать вот пусть пока будет так раздел свап он как навсегда не создал поэтому гибернацию поставить не могу устройство ввода то есть это клавиатура и мышь мышь есть воль настрой дари в шейдере правшей дополнительные настройки мыши управления уроком и так далее жойстики у меня есть и пока ни одного не подключено откуда он у меня нашел какой-то мифический жойстик у меня ни одного не подключено вы уж извините пока у меня ни одного нет или вы считаете тачпад взять жойстик только тачпад у меня вот здесь как видите здесь даже на строке тачпада и графический планшет к счастью система у меня его не видит у меня его реально нет так цифровые камеры у меня есть одна зап-камера но ее здесь нету далее экран здесь вы можете поставить любое разрешение экрана из списка или сделать его главным включить отключить блокировщики экрана я вам уже показывал настройки и это настройка мультимедиа здесь стоит все обычный настройки видео и аудио это правильно ничего не меняем далее драйвер менеджер когда установите систему это будет очень важная вам программа поскольку он вам проанализирует вашу систему и выдаст какой драйвер вам нужен советую сразу переключиться на рекомендованный и после устов установить нажав на кнопку применить и затем перезагрузить компьютер вот далее настройка даты и времени здесь надо поставить автоматически устанавливать часы и указать по какому серверу чтобы было все корректно и часовой пояс здесь тоже нужно выставить далее запуск и завершение то есть это настройки запуска и завершения программ вот а системе здесь показывается версия вашей операционной системы в моем случае кубунту 1404 версия кдз версия qt версия ядра архитектура 64 бита оборудование процессор 4x тут 4х intel core i5 номер процессора процессор 2.90 гигагерц память то есть оперативная 7.7 гигабайт оперативной памяти то есть 8 управление пользователями здесь также можно поставить в соток пользователя администратор не администратор поставить ему аватар или добавить нового пользователя здесь вам придется его вписать имя e-mail если вам нужно и обязательно пароль все пользователи на линуксе обязаны иметь пароль главное заполнить два поля одинаковыми парольами далее он администратор автоматический вход советую не ставить все далее управление шрифтами это понятно тут есть всякие символы как в виндовсе примерно есть настройка шрифтов и вот экран входа в систему это classic user bar то есть показанием пользователей classic это классический то что смотрите выглядит ими пользователя пароль и далее текст приветствия куда добро пожаловать и так далее а вы же его используя user bar смотрите мы нажимаем допустим примирить и вас спрашивают пароль и это пароль администратора так как без пароля администратора мы никак не имеем права нитьевой здесь менять пока нажму назад и все на этом мы обзор параметров системы окончили далее здесь мы видим сообщение об угрозе нашему компьютеру мы нажимаем перезапустить приложение допустим все это углю параметров системы мы его закрыли и затем нажимаем закрыть окно все поскольку он не принял изменения с тех же настроек на те же конечно он вылетел далее здесь есть также аудио проигрыватель которым можно проигрывать музыку сейчас он запустится и смотрите здесь вот эта кнопка вот по этой полосе мы перематываем и так далее но чтобы его окончательно закрыть обратите внимание на это мы нажимаем здесь нажимаем на кнопку выход и если вы нажимаете на крестик проигрывать просто свернется фон вот то есть я вам попыталась показать специфические комнаты здесь мы нажимаем добавить комнату нажимаем пустой работе стол все смотрите пустой работе стол на нем нет ни виджетов ничего мы нажимаем добавить виджеты и чтобы тут было удобнее на ней рисовать то с например какие-нибудь заметки писать ну и здесь вновь поиск доска смотрите вот тут даже 2х2 равно 4 такой значок что для тех кто кому нужно для школ обычно это используется и для подобных всяких учреждений школьных так как обычно мало кто этот виджет применяет на практике но если тесто он удобный вот притащим его сюда и раздвинем в конце концов на весь экран насколько это возможно вот теперь мы получим вот такую вот комнату и давайте перекусимся на обычную комнату но в всяком случае вы можете здесь что-нибудь нарисовать кнопки крестик что-нибудь отменить но я бы подстал использовать комнату в которой у меня все бюджеты и все такое а комнату с доской я просто остановлю все я ее остановил по желанию могу удалить вот далее здесь также имеется в приложении система информация о системе здесь вы можете посмотреть насколько ваша система загружена параметры памяти вот подкачка как вы видите 7,89 гигабайт работает свободно то есть у нас работает свап это физическая память это всего памяти то есть это оперативная память а системе тут также версия 14.04 сведения обус а сети сервер серверы соединения и так далее здесь видите настройки openjl и x-сервера то есть x-сервер это серверы нашей видеокарты далее мы откроем приложения например служебные и здесь смотрите есть вот такой вот калькулятор я специально вам его показывал здесь можно например в файле есть только выход здесь можно отменить действия и в настройках мы например выбираем инженерный режим и здесь получается появляется куча других настроек косинус меняется на косинус и так далее то есть также программа для изменения разделов диска она находится где-то в системе сколько я помню менеджер обновления тут есть отчиститель вот редактор разделов здесь также требуется поводе администратора вот так мы в него входим и видим что здесь здесь имеется у нас всего DEF STA 0 вот STA 2 как вы видите и для чего это используется вот это загрузочный раздел DEF STA 2 это основной и DEF STA 3 Linux Linux свап это такой важный важнейший раздел в Linux который позволяет перейти в спящий режим но у меня тут давно спящего режима не было нигде служебные программы здесь также архиватор это такая важная штука но она не поддерживает рах чтобы она стала поддерживать рах мы нажимаем обзор программу он здесь воем слово ARK ARK смотрите ARK вот у нас на втором месте открываем его и здесь ставим вот эти важные три галочки нажимаем установить вон пароль администратора и теперь после окончания этой установки у вас архиватор будет полноценно работать как WinRAR для Windows то есть поддерживать всякие форматы RAR и можно использовать почти любой архив разархивировать архивировать и так далее здесь также в Linux самая важная штука это терминал сюда вы можете вводить абсолютно любые команды например в системе имеется изначально Java мы нажимаем Enter и мы действительно видим что у нас имеется здесь Java она изначально имеется но называется OpenJDK OpenJDK Java 7 запуск и она выглядит вот так очень примитительно напоминает мне Вайн немножечко но об этом потом я ее пока закрою во 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 так теперь в приложении служебное также имеется Master MPT mail автощелчок мыши экранная лупа для словобидящих для того чтобы увеличить текст и в системе как вы видите имеется очиститель то есть это очиститель потом вы можете здесь прочитать что написано и посмотрите его нужен штука довольно опасная также я вам не показал очень важную штуку называется диспетчер файлов да он выглядит у нас вот так вы можете его разбить на две панели если вам это нужно здесь можно увеличить немножко размеры панели нужно просто немного и здесь жесткий диск Bluetooth срева и недавно просмотренные файлы здесь также если мы нажмем мы увидим что можно показать вот эту панель нажав на добавить здесь точку вы сможете посмотреть все скрытые директории которые у вас есть пока их всего не много так как система свеже установленная далее для тех кто любит Google Chrome вы можете набрать в менеджере пакетов но не слово хром это будет грубейшая ошибка а слово хромиум вот он сейчас нам должен выдать CH я тут R забыл хромиум хромиум то есть это от Google браузер как вы знаете Google Chrome самый стандартный пока ставить не буду не нужен далее что кому нравится классическое меню пушк как Windows 95 мы нажимаем вот так это меню пушк меняется и превращается вот в такое немножечко современное как устаревшая этот с ней переключиться к современному меню пуск и мы опять видим привычное меню пуск в разделе посредние мы можем увидеть посредние используемые программы и в приложении выход завершить сеанс заблокировать экран идущий режим перезагрузить выключить спящего режима пока нет но как его надо потом настроить смотрите далее для того чтобы вызывать меню пуск кнопкой пуск мы его никогда не вызовем я бы составлю пуск f1 но мы сейчас эта комбинация не настроена поэтому нажимал правой кнопкой настроить вид дж меню запуска приложений здесь на выбор комбинации клавиш я здесь выберу не alt f1 а нажимаю на кнопку пуск тут назван мета то есть мета f1 вот мета f1 мы получаем такую вот комбинацию нажимаем на ок и нажимаем пуск f1 пуск f1 и это меню пуск само появляется истязает вот это вот кнопка показать работе стол свернув приложение это менеджер буфера обмена как вы видите и это раскатка клавиатура она меняется вот это меню громкости здесь вы видите встроенные это динамики это микрофон это звук уведомления а вот это программа которая записывается видео далее это настройки bluetooth всякие это настройки вай фай как вы видите тут четко подключено к той сети как у меня и в манирусе установки далее вот это показать скрытые уведомления если видите уведомление об обновлениях аппликейшен если мы эту программу откроем у вас он начнет думать думать проверять наличие обновления для вашей системы и мы видим что система ваша находится в актуальном состоянии что она не устарела здесь нажав на кнопку дополнительно вы можете проверить обновления и нажать контроль р далее если вам нужно что-нибудь распечатать как всегда вы можете нажать просто контроль п и так как у меня нет ни одного принтера печатать можно только файл вот также есть параметры на какой бумаге печатайте свойства если вы выберете принтер там будет куча разных параметров чем печатать как печатать фото бумагу у вас бумага какое качество там где то штук 10 качеств и в настройке образования как вы видите в науке появилась периодическая система и в математике также остался редактор формулы далее есть также электронный секретарь календарь это штука а ее обычно не использую как вы видите это наш считайте календарь вы можете его использовать я нажму на выход мне он просто не нужен он еще пытается что-то запустить но вряд ли что-то запустит далее имеется в системе справка справка конечно же на английском руководство пользователя графика интерфейс да 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 мы выбираем например kubuntu во 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 документация for kubuntu документация for kubuntu тут есть installation руководство пользователя то есть под каждую программу есть руководство documentation то есть это документация большинство справки на английском языке так как систему написали где-то в америке и очень важная кнопочка installation смотрите это то что я вам рассказывал в предыдущем видео койка записывая на камеру здесь вы видите весь процесс установки он даже очень хорошо сделан скрин можно опробовать или установить можно установить несвободное по можно разметить диск можно разметить диск вручную всякие предупреждения часовые пояса выбор клавиатуры вот ими пользователей ваша установка завершена вот так именно все далее здесь можно все что угодно вынести на рабочий стол например меню браузер например копировать сюда все вы видите что у вас здесь что то естественно далее также вы можете безвозвратно эту штуку удалить и у нас сбилось панель задать поэтому я скриплю например и перетащу вот так панель задать только здесь какое то пустое место образовалось как то и это нам всего говорит об одном что эту штуку надо как то туда поместить или вот сюда поместить какой-нибудь бюджет например добавить бюджеты и здесь мы выберем рабочие столы для того чтобы их переключать раб об переключении рабочих столов доставим вот сюда смотрите все теперь это место у нас чем то занято все закрываем смотрите и теперь смотрите сюда вы можете рабочие столы как угодно помещать откроем опять браузер переключаемся браузер куда нибудь уезжает там в бок вот так он будет уезжать по диагонали вот такая вот интересная система если вам нужно заблокировать экран вы можете его заблокировать отсюда отсюда вы также можете завершить работу и настроить также комбинации клавиш обзор к две можно делать очень долго и также всей системы кубунту также здесь можно настроить бюджет цифровые тисы чтобы он не показывал послушность секунды вот другой цвет знаки показывать секунды и показывать цесовой пояс применить нажимаем ок вот теперь у нас показываются секунды всем спасибо за просмотр всем пока спасибо 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 спасибо